приветики мы сегодня будем раскрашивать вот такие вот цветочки это такая одна пышная розочка она плоская я частенько применяю эти цветочки они очень хорошо дополняют веточки которые я делаю вот она вот с такой вот формы находится это у меня форма пластовая форма она может быть и силиконовая ничего сложного просто берете туда заливаете вставляете гвоздик и у вас получится вот такой вот красивый пышный цветочек вот посмотрите какие просто чудесные цветы сейчас их погрунтуем этот этап никогда нельзя пропускать у меня уже грунт разведены это у меня гидроизолирующий грунт чтобы розочки не впитывали себя лишнюю влагу и отталкивали и хорошенечко хорошенечко все грунтуем заднюю часть мы оставляем не крашеные не грунтованные потому что к ней будем намазывать клей и будем где-то фиксировать и закреплять их на стенках я вам сейчас покажу просто образцы как вы одни из вариантов как можно красить эти розочки но вы уже это можете себе сфантазировать уже что захотите я конечно же их не раскрашиваю а потом устанавливая они у меня там бетонные не крашеные здесь я просто для вас покажу как один из вариантов как она может выглядеть вот видите здесь я ничего не грунтую не хорошо оставляем это волое место вот где-то через 20 минут можно нужно будет приступить к покраске так вот у меня бежевый цвет и я просто беру цветочки забиваю бежевым если я хочу оставить такой какой-то нежный оттенок то на бежевых тонах очень хорошо там кончики чуть прописал и вообще замечательно то может быть любой цвет но для начала хорошенечко хорошенечко нужно забить именно фон вот этот бежевый придется вам красить несколько раз потому что ну все-таки серый бетон а цветочек достаточно такой белый поэтому за несколько раз надо будет его прокрасить смотрите он уже белый очень даже красиво смотрится но вот это цветочек и решила покрасить по старинке такой именно розово-красный цвет видите он где-то темный цвет у него где-то вот красный за счет того что я кисточку не вымывала оставила чуть-чуть на ней бежевой краски все оставляем их подсохнуть это у меня такой фиолетовый цвет чтобы его сделать более таким нежным а не грубым я вот на вот бежевый добавляю чуть-чуть именно этого цвета такой нежно-нежный такой фиолет получается такая как сиренька даже и сейчас просто аккуратненько проходим кончики вы можете слегка и их и набить можете сильнее забить тут уже как вам нравится каждый цветочек может быть разной эти вас получится серединка будет бежевая края будут такие вот нежные красивенькие можно использовать любой цвет можно розовый можно зеленый даже все цвета и радуги вы можете использовать вот посмотрите какой он красивый нежный и Продолжение следует... Ну а красный цветочек я решила просто взять и забить золотом, чтобы придать ему такую яркость, потому что сам по себе красный цвет он такой тускловат, а вот эти вот золотые краски, они очень хорошо придают яркости цветам. Точно таким же способом я набиваю кончики просто золотой краской. Вот у меня еще вот такой вот красивый цвет есть. Это какая-то стальная синяя. Ну этот цветочек я уже так решила, просто как бы... Называется эксперимент с цветом. Точно так же вы можете не бояться расписывать разные цвета и не надо стесняться того, что такого цветочка просто быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Золотом я просто добавляю, потому что бывает так, что золото прозрачное, несколько раз ее приходится наносить. Вот, посмотрите, какие чудесные цветочки. А это вот серебро. Чтобы вот этот цветочек сделать ярким, я просто поверх этого цвета наношу аккуратненько тоненьким слоем серебряным цветом. И вот получается он такой перламутровый становится. Вот, смотрите, солнышко чуть упадет, он вообще загорает. И точно так же здесь я тоже наношу серебряным цветом. Он как бы такой, ну, получится за счет того, что на цветовом фоне он вроде бы есть, вроде бы его и нет. А эту розочку я просто беру обычным бежевым цветом, набиваю кончики. И таким образом она тоже, вот смотрите, как сразу же проявляется. Получается, набиваем такие граньки, она тут же становится объемная. Вот, как бы такими нехитрыми движениями, смотрите, ничего сложного. Посмотрите, какие цветочки у нас получились. У меня еще такие дополнительные цветочки. Я эти просто выкрасила один в синий цвет, а другой в красный цвет. И сейчас покажу, как можно тоже их расписать. Ну, как один из вариантов такой вот росписи. Вы можете не бояться экспериментировать с разными цветами. Принцип один и тот же. Либо у вас все покрашено в светлый цвет, а потом вы набиваете каким-то полутоном более темным. Либо у вас серединка забита темным, а потом вы ее высветляете. Получается, это тот же вот синий, просто я его взяла, разбавила с бежевым цветом. И вот получился он тот же самый цвет, только более светлый. Субтитры создавал DimaTorzok Точно так же скрываю их серебром, чтобы они блестели. Вот такие вот чудесные цветочки. Я надеюсь, где-то вам это пригодится в какой-то росписи. Субтитры создавал DimaTorzok